Итак, друзья, ну что, всем привет, вы на канале Фанаты Футбола, и в первую очередь хочу поздравить всех с яркой выдающейся победой красно-белых над крыльями в минувшие выходные. Обязательно ставьте лайк, кто доволен этому результату, а также тому, что Угальде раскрылся наконец, ну и, конечно, Барко просто настоящая звезда, и, в принципе, Спартак Станковича сейчас впечатляет. Ну и в этом видео поговорим о Эзекеле Барко, о котором мы еще многого не знаем, и ясно одно, что в Спартак пришел тот, на кого всегда хочется смотреть. Ну а также поговорим о том, как Угальде раскрылся. Ну а также все братья красно-белые, не забываем подписываться в мою телегу, ссылка в описании, там, трансляции матчей, которых вы не увидите просто, да, там, по телевизору, к примеру. Также актуальные слухи, новости, трансферы, все это есть в ТГ, братья КБ, пожалуйста, туда присоединяйтесь, ссылочка будет в описании. Ну и, конечно же, лайк под это видео за третью подряд уверенную победу красно-белых, погнали. В минувшие выходные Спартак дома разгромил крылья советов, и, конечно же, Спартак это всегда взрыв эмоций, причем уровень их колебаний просто максимальный. Помните, как начался сезон поражения, да, соответственно, в Оренбурге, что Станкович, наверное, не понял просто, куда он попал. И сейчас можно констатировать, что Дэйн с красно-белыми одной кровью и единая целая с командой. Ну и, конечно, после побед над Химками и Динамо в Кубке России, еще никто не говорит о брошенной кому-то перчатке, но тон высказываний поменялся кардинально. Ну и, кстати, если так пойдет и дальше, то кто-то обязательно увидит знак в теплых объятиях Станковича с Олегом Романцевым, который в первом домашнем матче красно-белых выполнял символический удар по мячу. Может, именно он, Романцев, зарядил Спартак на такую потрясающую победу. Ну и между тем, стартовый состав Спартака мог выглядеть иначе, однако травма Зобнина и болезнь Игнатова не оставили выбора. Вместо них с первых минут вышли Пруцов и Зинковский. Ничего критичного в таких перестановках не было, напротив, каждый из получивших свой шанс игроков внес свой вклад в добытый и к перерыву перевес в два мяча. Пруцов привычно давал объем и неплохо продвигал мяч, а одно из его включений в атаку завершилось голом в ворота бывшей команды, который полузащитник демонстративно не стал праздновать по понятным причинам. Ну а что до Зинковского, то он периодически выпадал из поля зрения, ему был предоставлен шанс в этом матче себя проявить, но внимание, в принципе, для себя Вингера оттягивал, что развязывал руки партнерам. Прежде всего, Барга, которого иногда было слишком много, формально, играя на позиции десятки, аргентинец регулярно на дриблинге уходил на свою вторую профильную позицию левого форварда, то есть инсайда. Причем обыгрывался, как правило, не через бровку, а в полукланге. Второму взятию ворот как раз-таки действия новой спартаковской звезды и предшествовали. Ну а также плюс Барга и Зинковский перегружали фланг, создавая там численные преимущества. А еще давали больше свободы вновь ярко сыгравшему Репчуку. Мне, кстати, непонятно, зачем. Ну, наверное, для какой-то ротации хотят подписать крайнего левого защитника сейчас из Галатасарая. Репчук во втором матче подряд довольно-таки неплохо себя проявлял и, как минимум, видно, старается. Неплохая скорость у Олега. Напишите обязательно в свои комментарии, что думаете по этому поводу. Понравился и впечатлил ли вас матч с участием, да, и как его провел Репчук. И с его, кстати, диагонали к линии штрафной началась первая голевая комбинация. Дальше Чернов выполнил уже скидку головой, а Бабич перенаправил мяч и выстрелившим в касание в верхний угол у Гальда. Кстати, Костриканец отличился в третьем матче подряд. У Гальда скорее классический игрок, и его результативность в Твенте не назовешь выдающейся, в том числе в сравнении с Тиллом. Но это настоящий такой командный игрок. На Кубке Америки он выполнял гигантские просто объемы черновой работы в прессинге, а в голландском чемпионате был хорош в разных схемах. Что на острие, что в связке с мощным форвардом, да, и его с Соболем, конечно, можно было бы совместить. Но хорошо, что Дельфина убрали, и он сейчас нам, в принципе, не нужен. Без него и так все неплохо смотрится. При желании и умении правильно использовать можно было бы это сделать в том сезоне, я имею в виду, что Баскалю не удалось, но это уже в прошлом. Сейчас у нас есть другой нападающий, который наберет форму и, надеюсь, тоже поможет нашей команде. Но нынешнее преображение у Гальды не какое-то откровение в его карьере, а ренессанс. И Барка хорош ровно настолько, насколько он был эффективен в лучших матчах за ривертплей. Там не всегда хватало стабильности, а уровень конкуренции был просто сумасшедший. Тем не менее, Барка выбил крутую статистику. По ходу прошлогоднего Кубка Лиги он больше всех продвигал мяч. В среднем это 238 метров за игру. Но с момента его перехода в ривер Секель входил в тройку самых результативных футболистов и был лучшим по голевым передачам. Так что Барка еще явил не весь свой талант нам, и его пас у Гальды после крутого прессинга в чужой штрафной этой первой в российской карьере. И, конечно, Барка словно компенсировал эмоции, растраченные после попадания в штангу со штрафного. Хочет еще свое внимание заострить на том, что после Фернандо, наверное, помните, в Спартаке был такой бразилец. Это, наверное, пришел следующий, так разве, да, именно стандартов. И мастер, реально большой мастер штрафных ударов. Ну и также будем присматриваться к Маркинису. Чем выход вместо Зиньковского после первого тайма был показателен. Сейчас он будет, наверное, больше у нас играть в основе. В общем, посмотрим. Ну и черты команды Станковича проявляются все отчетливее, и работа серба впечатляет. Ну и Дэн Станкович пока видится мне тренером, который не будет мешать Барка играть и проявлять свой талант. А это в данном случае главное. Серб неупертый, да, такой системщик. Вот, и до Барка чисто десятки не было, а с ним она появилась. И мне это нравится, да, модель игры. Ну и в прошлом сезоне у Спартака совсем не наблюдалось игроков, способных делать разницу, да. Ну, не читаем промес, это уже в прошлом. Вот, ну а сейчас такой футболист появился. Ну и вслед за ним выяснилось, что благодаря Барке есть и другой такой игрок, как у Гальди. И это совершенно не означает, что проблемы у Спартака решены. К сожалению, их еще миллион, поэтому давайте прогоним прочь какую-либо эйфорию. Ну и по-настоящему нам нужен сильный опорник, да, если в основе все временный люмяров. Сравните его, к примеру, с Бариусом, да, и Зенит, или хотя бы с Лаксальтом. На мой взгляд, сильный опорник там сейчас, как минимум, не помешает и не испортит никакую погоду в клубе. Мне лично нравятся, были слухи по поводу Данила Глебова из Ростова. Напишите свое мнение в комментариях, что вы думаете, если вдруг такой трансфер состоится. Ну, по мне, так довольно-таки неплохой игрок, тем более игрок сборной. Также нам нужен второй сильный центральный защитник, опыт, да, сопоставим хотя бы с Ржаном Бабичем. Вот, если в основе все время там Никита Чернов и Алексис Дуарты, вот, даже будь здоров, все равно они такой уверенности не вселяют. И ведь, кстати, сэр Алекс Вергюсон верно утверждал, я с ним согласен, что матчи выиграют нападающие, а вот именно турниры как раз-таки защитники. Ну, с учетом того, что наш второй капитан после Зобнина, Саня Максименко, не такой сверхнадежный, да, скажем так, воротарь. Вот, периодически косячат, поэтому в центр обороны нам в любом случае нужны два уверенных, мощных центральных защитника. Также неплохо Данил Пруцев доказывает Станковичу, который, Пруцев, да, имею в виду, начал сезон на скамейке, но и на кубок с Динамо, да, выйдя на позицию опорника, сыграл отлично и с крыльями. Действуя повыше в одной атаке, сначала в одно касание точно отдал на уголь, да, а через пару мгновений в касание же забил. А совершил он хотя бы в одном, да, из этих моментов лишнее действие, начни слишком много думать, к примеру, или улучшать позицию, не было бы никакого гола. Также вызывают вопросы в фланге атаки, это Тео Банганда, Зиньковский, Медина, которого, кстати, хотят выставить на трансфер. Вот, в отдельных матчах, да, они способны решать, но глобально, боюсь, нет. По новичку также и с Ференцварешем Аркинису, еще раз напоминаю, посмотрим. Вот, я думаю, он будет чаще появляться в основе, вот, посмотрим, как он себя проявит, пока загадывать ничего не будем. В общем, друзья, как-то так, не забывайте подписываться в телеграм-канал, красно-белые, все туда, вниз, ссылочка под этим видео, трансляции матчей, которых вы не увидите нигде там на телевизоре, например, все это будет у меня в ТГ. Также актуальные новости, трансферы, слухи, соответственно, добро пожаловать. И также не забудьте поставить лайк для того, да, чтобы Барко был здоров и ни по каким причинам не захандрил. Удачи, соответственно, Спартаку, потому что без Эсекеля можно просто потухнуть еще одна свеча по имени Угальда. Не стоит забывать, что в Оренбурге Манфред играл и был таким же, как в прошлом сезоне, да, то есть его словно и не было. А расцвел он именно после прихода аргентинца, поэтому обязательно, друзья, ставим лайк на удачу. В предстоящем матче против Ахмата, чтобы Спартак победил и чтобы Барко дальше творил такие невероятные вещи. И удавалось ему, соответственно, забивать красивые голы со штрафных, как это было в первом, соответственно, его матче в дебютном. В общем, друзья, подписываемся на канал, пишем свои комментарии, ставим лайк. И, наконец-то, в Спартак пришел футболист, за которым хочется наблюдать. Субтитры создавал DimaTorzok